Недавно власти Казахстана договорились с белорусскими коллегами по поводу поставок нефти в республику. Сейчас казахстанское правительство готовится к остаточному утверждению данного соглашения. Об этом говорится в недавнем указе президента Казахстана. Соглашение предусматривает сотрудничество стран в сфере поставок товаров, отнесенных к 27-й группе товарной номенклатуры – внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Исходя из взаимных интересов правительства и из заинтересованности в углублении взаимной выгоды от сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов и продвижения к евразийской экономической интеграции. Кроме того, Беларусь и Казахстан рассматривают новые направления сотрудничества, такие как производство дорожно-строительной техники и противопожарного оборудования, которые пользуются большим спросом на казахстанском рынке. По словам посла Беларуси, его страна поставляет в Казахстан более 650 продуктов. Особенность сотрудничества с Казахстаном заключается в том, что нет единого продукта, от которого зависят объемы экспорта, а торговля достаточно диверсифицирована. «Здесь мы продаем более 650 товаров, первой необходимости, из которых около 30% – продукты питания», – сказал Утюпин. Второе перспективное направление сотрудничества Беларуси и Казахстана – это, по словам посла, продукция машиностроения, которая составляет около 38% экспорта в Казахстан. Кроме того, Казахстан и Ени будут развивать альтернативные источники энергии. Об этом сообщили в пресс-службе Оскара Мамина. Председатель правления встретился с председателем правления энергетической компании Ени. Стороны обсудили вопросы, связанные с увеличением и подорожанием добычи нефти и конденсата на месторождениях Кашаган и Карачаганак, а также развитием проектов возобновляемой энергетики в Казахстане. По словам Мамина, Ени является важным инвестиционным партнером для Казахстана. Ени вносит значительный вклад в проекты энергетического перехода и декарбонизации в Казахстане. Под ее руководством реализуются несколько совместных проектов. В Актюбинской области, например, есть проект строительства ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт, а в Туркестанской области близится к завершению строительства солнечной станции мощностью 50 мегаватт. Также отмечается, что Казмунайгаз и Ени подписали протоколы о сотрудничестве для разработки проектов энергоперехода для производства и продажи электроэнергии, а также для развития сельскохозяйственных и водородных проектов в Казахстане. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов АО «Казгеология» и Ени подписали соглашение о сотрудничестве по совместному строительству подземных объектов в Казахстане.